Режим ЧС, введенный в нашем крае, правда, о ней из-за наводнения, из-за лесных пожаров, площадь возгорания уже превысила 15 тысяч гектаров. В Краевом министерстве лесного хозяйства рассказали, напряженная обстановка сохраняется на севере и в Приангарии. Туда дополнительно направлено около 400 человек для тушения используют вертолет. Пока угрозы населенным пунктам нет, о других новостях в двух словах расскажем далее. В Красноярске театр Пушкина единственный в крае попал в список претендентов на международную премию зрительских симпатий. В финал выйдут те, за кого отдадут больше всего голосов. Шорт-лист определяют в сентябре в номинации «Лучший региональный театр» останется всего три претендента на награду. Проголосовать можно на сайте конкурса «Звезда театрала». Красноярцы старше 40 лет смогут проходить бесплатную диспансеризацию ежегодно, рассказали в Краевом Минздраве. Людям моложе комплексная диагностика положена, как и раньше, раз в три года. При этом работодатель обязан предоставить сотруднику один оплачиваемый день для прохождения обследования, а работающим пенсионерам два выходных ежегодно. Красноярец получил четыре года колонии за кражу нескольких велосипедов. Полиции рассказали, 34-летний мужчина уже был судим за похожее преступление. В этот раз он похищал велосипеды, после чего сдавал их в ломбарды или продавал. Деньги тратил на себя почти 80 тысяч. Все велосипеды владельцы оставляли на лестничных площадках без присмотра.